Всем привет, друзья! Ну что, сегодня возвращение вашей любимой Оли, я надеюсь, и возвращение вашей любимой рубрики Оля за рулем автомобиля. И я хочу, чтобы вы посмотрели этот выпуск до конца, потому что, во-первых, наконец-то я разродилась в этом году выпустить новый выпуск, во-вторых, я хочу сегодня поговорить с вами об инсайтах, которые происходят инсайт внутри. Внутри я всегда с вами максимально откровенна, я надеюсь, что за это вы меня особенно и любите, и не любите, потому что я называю вещи своими именами, порой не всегда приятными, но мы смотрим с вами правде в глаза, и я сегодня тоже буду говорить вам правду, так как все есть, потому что происходят очень интересные вещи, и одна из них это то, что я себя сейчас снимаю сама, я расскажу вам, почему это происходит, и вообще, какие интересные открытия я для себя сделала. Как всегда, все максимально просто лежит на поверхности, но мы этого не видим, поэтому, собственно, давайте начнем. Сегодня я хочу затронуть самую важную историю, которая есть у каждого предпринимателя, какой бы бизнес он ни строил, и называется он кассовый разрыв, ну так это звучит. По факту все очень просто, когда происходит так, что ваши затраты становятся больше, чем ваши доходы, и я за последний год сделала очень серьезный челлендж для себя, уже, наверное, даже за два года, но последний год был очень активный, я обнаружила такую проблематику, что я стараюсь избегать новых людей, ну то есть я не люблю сама идти на контакт с новыми людьми, и иду на контакт только с теми, кто идет со мной. И я поняла, что это не очень, типа, хорошо, потому что там нетворкинг, новые тренды, ну в общем, надо общаться больше. И я начала себя приучать к вот этому общению, к знакомствам, к инициации, проявлению инициативы, да, в формате знакомств, и в общем, мне кажется, что я преуспела, потому что я научилась открывать любые двери рукой, ногой, другими частями, я научилась с кем-то дружить, с кем-то не очень, но, по крайней мере, я научилась очень идти на контакт, и, конечно же, мой круг общения очень сильно расширился, и дал мне возможность общаться со многими людьми весьма откровенно, и я обнаружила для себя очень крутую штуку, что, оказывается, не все люди закрыты, а те люди, которые занимаются реальным, рыночным, в рынке работают, то есть не берут откуда-то деньги из каких-то непонятных вещей, да, там, я не знаю, там, государственные откаты и прочие какие-то штуки, вкладывают их, и там, не особо их бизнес интересует, их больше интересует статус, а в моем случае рыночные люди, это люди, которые работают в рынке, да, то есть им необходимо делать бизнес таким образом, чтобы он приносил им прибыль, потому что в противном случае они, ну, им не за что будет жить и его развивать. И вот эти как раз сломые люди, которые работают в рынке, они весьма откровенны, потому что, ну, как бы, нечего особо скрывать, да, мы обсуждаем и то, как, откуда берутся клиенты, как меняется рынок и сколько зарабатывается, какая маржинальность меняется, как изменилось все за последнее время, вот, и с некоторыми уже стали в таких дружеских отношениях. И вот, значит, в конце года, когда мы с Сергеем думали о том, куда бы нам все-таки поехать, я очень хотела ехать на Бали, мы, дело в том, что не умеем отдыхать дешево, то есть некомфортно, мы всегда отдыхаем дорого, мы отдыхаем всей семьей, с детьми и так далее, и так далее, мы, как правило, не покупаем там какие-то дешевые суперперелеты, в общем, отдых меньше там 20 тысяч долларов очень редко нам обходится. И наша жизнь в Киеве, ну, тоже приблизительно в месяц, наверное, обходится нам где-то близко возле этой суммы. И вот, когда мы, значит, начали планировать свой бюджет, мы вдруг увидели, что мы как-то не особо можем его запланировать, потому что те деньги, которые вот нам нужно там расплатиться, заплатить, отдать и, в общем-то, весь свой персонал содержать и так далее, короче говоря, мы как-то не можем потянуть сейчас на отдых, то есть мы сейчас вдруг обнаружили, что у нас, ну, что-то такое не то немножко с деньгами, то есть где-то там, ну, что-то не то происходит. И вот, значит, я сидела и обсуждала эту тему с одним из предпринимателей, уже нашим другом, а он мне сказал, Оля, сколько точно вы тратите? Я говорю, слушай, ну, я как бы не знаю, так интуитивно. Он говорит, ну, вот как вот ты сейчас пошла там себе купила дорогие там вещи, там вот чек у тебя в несколько тысяч долларов, а как ты его планировала, этот чек? Я говорю, ну, в смысле, как планировала? Ну, как-то потрачу, заработаю. Он начал с меня ржать, он говорит, ну, а сколько вот у вас вот это составляют эти расходы, сколько эти, сколько эти, а сколько ты точно зарабатываешь? Я говорю ему, слушай, ты не понимаешь, у меня есть такая теория, вот, а я интуитивно чувствую, сколько надо, и мы интуитивно столько зарабатываем. Он говорит, ну, смотри, вот ты интуитивно чувствовала, а сейчас не заработала. Я говорю, ну, как бы да, потому что я там больше потратила, чем надо, вот. И он начал ржать и говорить мне о том, что, ну, как бы вроде бы производишь впечатление умной девочки, и понятно, что когда-то до каких-то пор времен, у тебя это могло работать и работало, и может даже будет работать, но не всегда. Бизнес должен иметь, и вообще ты должна быть в показателях, ты должна очень четко понимать, сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь, сколько тебе, какой твой необходимый минимум для того, чтобы твоя жизнь, ну, не пошла под откос, потому что у тебя дорогая жизнь, у тебя дорогая машина, у тебя есть дети, постоянные расходы, ты привыкла определенным образом питаться, ты тратишь деньги, у тебя есть дорогая квартира, у нас только коммуналка обходится там близко 700-800 долларов в месяц, вот. Как? И вы знаете, мне тут стало очень стыдно, прежде всего перед своим мужем, потому что он постоянно мне об этом говорил, уже в какой-то момент он просто мне поддался, потому что я все равно тратила денег больше. И это было бесполезно, потому что, ну как, мы деньги вместе зарабатываем, если есть деньги на карте, они, естественно, всегда где-то есть, я их всегда спускаю, ну, в общем, такая вот история. И вы знаете, это заставило меня задуматься, потому что я впервые столкнулась с тем, что, ну, реально очень сложно так расти, и действительно бывают такие моменты, когда ты просто чего-то не можешь себе позволить, потому что ты уже это просрал, потратил, и, может быть, не на то. И тогда я начала задумываться над тем, что я вообще, в принципе, делаю. И вот, знаете, начала, безусловно, с одного из главных своих проектов, это Ютуб-канал, потому что, как вы знаете, уже два года плотненько я занимаюсь Ютубом, и занимаюсь им, потому что меня прет, мне очень сильно нравится снимать видео и так далее. И один из проектов, который называется «Бизнес-шоу», который понравился, зашел, это проект, с которым у меня было много экспериментов. И один из главных экспериментов не только как контента, а вообще как явления, я в очередной раз увидела, что есть такая проблема. Люди, когда платят деньги, например, за коучинг, они ожидают, что ты что-то сделаешь за них, что им ничего делать не надо. Когда люди не платят, у них нет мотивации вообще ничего делать. И вот я столкнулась с тем, что когда мы сделали платный контент, он был не настолько дорогой, в принципе, помогал нам выводить всю в себестоимость, потому что, повторюсь, у меня дорогое оборудование, у меня команда, которая сидела в офисе, получала зарплату, это достаточно дорогой процесс Ютуба такого. Это выходило нам в ноль. То есть был контент, который мы получали условно по деньгам в ноль. Но когда мы, например, начали разбирать момент того, что контент не всегда получается интересный, и лучше бы брать людей, которые были бы интересны больше как герои, мы поняли, что их нужно брать как бесплатно, правильно? Вот, их нужно брать бесплатно, но, когда мы начали брать их бесплатно, мы вообще не можем их заставить ничего делать. И мы сталкиваемся с тем, что люди не хотят делать, ну и вообще бизнес это достаточно скучный процесс, это не постановочное реалити-шоу, например, в котором я снималась, которое, кстати, скоро выйдет на экраны. Я надеюсь, что вы посмеетесь. Вот. И мы зашли в небольшой тупичок в этом деле, потому что у команды пропало желание этим заниматься, а у меня, собственно, какого хера это снимать, если мы заставляем людей, если я плачу за это свои же деньги, зачем? И вот получилось так, что YouTube-канал по факту, он имеет коммерческие видео, безусловно, которые по факту окупают просто то, что мы делаем, и он имеет видео и вообще весь контент, за который я плачу. Но поскольку, как я вам уже говорила, мы рыночные люди, то мы платим этим не от того, что откуда-то берутся деньги, там, левые, да, а мы вот зарабатываем откуда-то и в YouTube-ах вкладываем. И вот я вдруг начала понимать, что это совершенно не рентабельная штука делать такой контент. Он дорогой, он сложный, и, что самое прикольное, он заходит хуже, чем вот такие мои видосики. Это было мое второе откровение. Потому что, когда я начала снимать контент, где сижу просто я, там, у себя дома, я начала снимать какой-то контент с ребятами, я увидела, что эти видео вам нравятся больше. Это повергло меня в шок. Но еще больше шок меня повергло то, когда я начала сравнивать контент, который я снимаю вот так за рулем, который стоит мне просто телефоны моего времени и петлички, с контентом, который снимают мои операторы в две камеры, которые там монтируют, иногда в три с титрами. Оказывается, что разницы по факту не то, что нет, а разница даже заключается в том, что вот такие видосики заходят лучше. И это стало для меня вообще шоком. Потому что, вот знаете, это похоже на то, когда вы сражаетесь за витрину, которую вам нужно там потратить на нее сумасшедшие деньги, за пакетики, за какие-то вещи, которые ваш бизнес обнуляют, ваш заработок обнуляют, а для клиента не являются важными. И это, конечно, стало для меня жестячком. Поэтому я приняла решение, что наши ребята, наши операторы, команда, мы уходим на фриланс, и они выходят работать только под коммерческие проекты. А остальной контент на сегодняшний день я буду генерировать сама. Для того, чтобы убрать все ненужные расходы и, наконец, убрать все эти кассовые разрывы, которые происходят. Потому что мне это не нравится. Весь свой бизнес сейчас, все свои проекты я полностью, во-первых, пересчитала. Это, кстати, учите, что надо делать. Первое, вам нужно посчитать свои расходы реальные, сколько вы тратите. И на бизнес, и на свою жизнь, сколько денег вам надо. Второе, естественно, вы понимаете, сколько вам нужно заработать на ваш минимум, и сколько вы хотите заработать. И третье, мы начинаем думать, а с помощью чего мы должны это сделать, какие ежедневные показатели у нас должны быть, и каким образом нам этого добиться. Что бы вы думали, мы все это сделали, и за первую половину января мы заработали больше, чем за декабрь и ноябрь. Учитывая, что все отдыхают, выходные, бла-бла-бла, мы просто настроили эти процессы и увидели, где и что нам нужно дальше внедрять. У нас, конечно, появилось огромное количество задач, которые нам нужно сделать. Мы очень активно сейчас цифруемся, автоматизируемся, и сейчас круглосуточно Сергей занимается всеми этими моментами, с CRM-ками и с прочими вещами. Но мы очень четко расчистили и поняли, где у нас коммерция, где у нас некоммерция, и постарались по максимуму всю коммерцию не убрать, потому что это нецелесообразно для нас, мы вылетаем в трубу. Вот такое вот себе интересное умозаключение. Что очень важно, что я хочу, чтобы вы услышали. Дело в том, что для того, чтобы у нас была регулярная прибыль, она должна быть регулярной. Мы должны регулярно развиваться и регулярно гореть. И мы, это не только наша команда. Наша команда, она, это люди чаще всего, которые получают зарплату. Хорошо, если они замотивированы каким-то процентом, и лучше, если у них нету зарплаты. Но обычно команда, как ни крути, это все равно люди, которые ждут зарплату и знают, что они ее в любом случае стабильно получат. Мы должны понимать, как руководители, что мы стабильно получим свою прибыль. И только мы должны генерировать как процессы, так энергию, так идеи. Так где же и откуда нам ее брать? Как регулярно это делать? Я задалась этим вопросом и поняла, что это, по сути, проблема, которую, если я буду помогать решать, я тоже смогу на этом зарабатывать, потому что это логично и нормально. И когда я начала анализировать рынок, поскольку я все время нахожусь все-таки в сфере обучения, я талантливый, мать вашу, в этом человек, я поняла, что моменты тренингов, это все, конечно, классно, но нельзя обучаться постоянно в тренингах, потому что ты от этого устаешь, и тренинг подразумевает все-таки жесткое внедрение, когда ты берешь какую-то систему, внедряешь, и она у тебя начинает работать. Иначе в этом тренинге нет никакого смысла. Но момент того, когда ты понимаешь и можешь общаться, и узнавать самую такую горячую информацию о том, как, например, вот этот чувак, у которого классный салон красоты, что он делает сегодня, какие инструменты маркетинга он использует, что прикольного у него происходит, может быть, с его сотрудниками, может быть, еще где-то, может быть, он нашел какую-то классную технологию, что он сегодня делает, чтобы у него сегодня были деньги. И поскольку я, как вам уже говорила, очень много сейчас общаюсь, меня эта информация стала качать. И я регулярно встречаюсь, общаюсь с людьми и узнаю у них эту информацию. И я решила, почему бы на этом не заработать в том числе. И не создать некий продукт, который будет помогать людям на регулярной основе подпитываться, не просто людям, а руководителям, нам, боссам, предпринимателям, тем, которым эта энергия необходима больше всего, чтобы потом уже спинать свою команду. И четко говорить им, мать твою, сделай это, а не говорить, подумай, вдохновись, ты можешь, ты должен. Он, увы, он должен в пятницу отключить свой телефон и субботу, воскресенье нормальненько отдохнуть. И ему насрать, что у вас там происходит. Хотите вы или нет, это реальность. И таким образом создалась наша инсайт бизнес-скул. И сейчас у нас заполняется расписание, вот уже мы запустили февраль, где каждую неделю к нам приходят предприниматели, не просто приходят, я делаю с ним прямой эфир в рамках нашей школы, закрытой, где мы вместе со всеми участниками можем задавать вопросы. Я веду этот эфир, я задаю самые-самые-самые вопросы для того, чтобы доковырять и вдохновиться тем, что делает человек сегодня, и узнать конкретные реальные инструменты. И неважно, каким бизнесом человек занимается. Бизнес – это бизнес, это как, знаете, секс – это секс, все равно есть палочка и дырочка. Вот и здесь такая история. Можно на этом фоне вдохновиться, понять и попробовать что-то применить для себя. И вот эта регулярность, она решает. Еще один важный момент, который я поняла, это то, что для того, чтобы у нас было достаточное количество денег, мы могли развиваться, потому что у всех всегда проблемы с маркетингом, ни на что бюджета не хватает, все деньги полностью высасываются из бизнеса. Очень важно регулировать свои расходы и растраты. И именно поэтому, когда мы делали Inside Business School, мы заложили фишку, которой нету нигде. И заключается она в том, что ты платишь за участие один раз и можешь находиться здесь, не продлевая членство. Пока что мы так сделали, скоро это будет нарушено, и уже новые наши резиденты будут уже ежегодно продлевать это членство. Может быть, даже с какой-то более короткой периодичностью. Сейчас это пожизненное участие. То есть вы один раз платите очень небольшую сумму денег, такой членский взнос, и имеете возможность постоянно питаться нужной информацией. Мало того, мы пакуем продукт круче, и мы проводим прямой эфир, а параллельно снимаем классное качественное видео, монтируем его, и затем в нашей закрытой группе перезаливаем. И таким образом, в какой бы момент вы не вступили, вы имеете доступ ко всем этим видео в классном качестве, удобный, который вам смотреть, с хорошим звуком, для того, чтобы вы могли, например, ну, кто-то вам конкретно один интересен, вы можете его пересмотреть. То есть максимально наполненный продукт, мы уехали с вами в туннель, максимально наполненный продукт по минимальной стоимости. Моя ключевая ценность – это собрать как можно большее количество резидентов, потому что, как вы понимаете, когда будет много, ценность моего продукта возрастет и в деньгах, и в других каких-то вещах, которые я смогу для себя получать. Я говорю вам все как есть. Но сам продукт мега суперклассный, и мы уже создали новые сайты на каждого нашего инсайдера, человека, который выступает, мы делаем классные лендосы, то есть мы этим заморачиваемся. Я считаю, что этот продукт очень ценный в нынешнем времени, и он решает проблемы именно актуальные сегодня. То есть не платить лишнего, получать максимально качественную свежую информацию не о том, как человек когда-то стал успешным, а о том, что он делает сегодня, и что сегодня у него работает, и что сегодня не очень, и какие есть проблемы. И вы в контексте своего продукта, то, чем вы занимаетесь, подумайте, а насколько сегодня актуален тот продукт, который вы даете. Нужен ли он сегодня? Потому что очень многие люди над этим не задумываются, этим не парятся, и в результате получается то, что получается. Задумайтесь и подумайте о том, сколько сегодня вы тратите и сколько вы генерируете. Возможно ли в вашей бизнес-модели вообще зарабатывать те деньги, которые вы хотите? Дело в том, что работая с женщинами, я столкнулась с такой потрясающей вещью. Женщины вообще оторваны от реальности. Женщины открывают бизнес по интуитивным признакам и интуитивно считают, что столько заработать в бизнесе возможно. Мы за январь месяц с Сергеем провели 12 бизнес-консультаций. Вот на тот момент, когда я записываю это видео. Достаточно много, очень активно начался год. И когда мы ковыряли те цифры, которые люди рассказывали нам, и затем говорили, я хочу зарабатывать столько, то у половины мы обнаруживали, что при бизнес-модели существующей невозможно вообще столько заработать. То есть нужно продавать столько, сколько человеку кажется реальным, а по факту нереально, просто нереально. И когда мы это все показывали на цифрах, человек обалдевал. И я вам хочу сказать, что вот это наше женское, оно же нас и губит во многих моментах, когда мы считаем, что цифры это не про нас, что реальность это не про нас, а что мы как-то выплывем. И в результате мы в какой-то момент с огромными долгами, если нам повезло, эти долги где-то на рыбь, точнее не повезло, мы закрываем свои бизнесы, потому что у нас все время кассовый разрыв, у нас все время минус-минус-минус-минус, а плюс даже быть не может. Но мы не хотим посмотреть правде в глаза. Поэтому посмотрите, пожалуйста, правде в глаза на свой бизнес и поубирайте то, что вам сегодня не нужно. Многие люди, когда думают обо мне, и часто мне говорят, а почему вы вот машину новую не купите, почему вы еще что-то не купите. Все считают, что деньги берутся у меня откуда-то с потолка. Вот, например, относительно машины, я поставила себе в план на этот год обновить автомобиль. Но скажу вам честно, если бы вы купили себе новый Porsche с салона и проездили бы на нем, не знаю, 6 или 7 лет, вы бы увидели, что это охуенная машина. И по факту на ней настолько комфортно и хорошо, что даже если у вас есть там лишние дополнительные 100 тысяч долларов, возможно, вам сегодня приятнее их вложить в свой бизнес или, может быть, в свой дом или во что-то другое. Когда ты зарабатываешь деньги, ты распоряжаешься ими совершенно иначе, нежели чем когда ты сидишь, смотришь на картинки в Инстаграм и о чьей-то жизни начинаешь говорить о том, что ты сложился или ты не сложился, ты удачный или ты неудачливый. Я безмерно благодарна всем, кто смотрит меня много лет. Я знаю, что вас таких много. Я знаю, что вы где-то переживаете за меня, может быть, где-то ехидничаете, может быть, где-то завидуете. Но я с вами максимально откровенна. И я рассказываю вам за свою жизнь, за бизнес так, как это есть. Меняется рынок, меняются люди, в нашей стране сумасшедшие изменения. Мы пережили войну, мы пережили херовую тучу революции. И сказать, что это не отразилось на нас, я, к сожалению, не могу. Но на моем желании побеждать, идти вперед и саму себя прокачивать, это точно не отразилось. Я по-прежнему хочу это делать и хочу это делать вместе с вами. И я буду создавать для вас классные продукты. И я сейчас, кстати, делаю постоянно классные и грандиозные сейлы у себя в Инстаграме, в Директе, на свои тренинги. Потому что я знаю, что они охрененные. Потому что я знаю, что вселенная дала мне талант включать вас и заряжать вас, и давать вам знания, и объяснять вам сложные вещи простым языком. И кто бы как не называл меня или таких людей, как я, хотя я считаю, что таких нету, я знаю, что это охуенно работает. И я сегодня хочу задать вам один главный вопрос. Будете ли вы смотреть мои видео, если я буду снимать сейчас их так? Готовы ли вы, может быть, не на суперидеальную картинку, хотя я тоже над этим поработаю. Готовы ли вы комментировать меня, задавать мне вопросы? Готовы ли вы вступать со мной в диалог, потому что это очень важно, и это очень поддерживает для того, чтобы моих видео было больше, для того, чтобы я поднимала те темы, которые реально волнуют. Не те, которые по запросам говорят, вот, рассказывайте тему, которую смотрят. Мне насрает, что смотрят. Я хочу говорить о том, что реально болит у предпринимателя, потому что я предприниматель. Я хочу говорить о том, что реально болит у женщины, потому что я мать ваша у женщины. Вот, и мать, ну, не ваша. Поэтому, ребят, буду благодарна за любой фидбэк, всех поступаю, всех поздравляю с наступившим этим годом, давайте его порвем, давайте будем вместе поддерживать друг друга, и давайте избегать этих гребанных кассовых разрывов, и, наконец-то, найдем себе смелость посмотреть ситуации в глаза и решить те задачи, которые у нас возникли. Я ваша Оля Ермилова, подпишитесь на мой канал, у нас, кстати, 51 тысяча, с чем я нас поздравляю, поставьте, пожалуйста, лайк, и страшно, страшно жду ваши комментарии не за подарки, просто за любовь. И ссылочку на Inside Business School обязательно вам оставляю, я буду крайне рада, если вы вдохновитесь этим проектом так же, как и я, и захотите к нам присоединиться. Всем хорошего дня!